Попав в видное совсем юной девушкой, Людмила Якуничева сразу влюбилась в город-сад. Ее до сих пор впечатляют эти яблоневые улицы, которые в свое время вдохновили женщину на создание собственного рецепта фруктового пирога. Печет его для родных и друзей. Доброй традицией стал этот пирог. Мы очень любим пироги Людмила Александровна. Она их печет не только в урожай, но и в другие дни тоже. И зимой, и летом радует нас яблочными пирогами. В семье у нас яблочный пирог идет издревле от бабушки. И я пеку. И передала рецепт пирога своим детям. Сегодня своим фирменным яблочным пирогом Людмила Якуничева угощала бывших коллег из историко-культурного центра, которому пенсионерка отдала 18 лет жизни. Сотрудники учреждения считают блюдо символом города Видное. И накануне яблочного спаса собрались вместе на чаепитие. Слушайте, ну красота. Просто красота. Неизвестно, каким бы был Видное, если бы не вклад Тимофея Лемешко, который стал главным озеленителем территории. Есть интересный исторический факт, что Тимофей Игнатьевич ходил конкретно по дворам, вот в частности на заводской улице, и спрашивал людей, что бы они хотели посадить. Кто-то просил сливу, кто-то просил еще. В основном просили яблони. Почему? Потому что, ну, это было уже такое сложное достаточно время. И людям, видимо, хотелось действительно какого-то праздника. Яблоки – это всегда праздник. В честь этого вкусного праздника воспитанники детского сада «Лесная сказка» прочитали стих Генриха Сабгира «Яблоко». У прохозок на виду висело яблоко в саду. Ну, кому какое дело, просто яблоко висело. Только конь сказал, что низко, а мышонок высоко. Волобей сказал, что близко, а улитка далеко. А черенок – это жаблоко в тело, что яблоко мало, а сапленок – это очень приколь и тяжело. А котенку все равно кислое, затем оно, чтобы шептить червячок, сладкий у него бочок. Яблочный спас россияне отметят в субботу 19 августа. В «Видном» широкие гуляния пройдут в Центральном парке. Мероприятие стартует в 15.00. Гвоздь программы – фестиваль-конкурс пирогов.